Калиников Павел Юрьевич Я руководитель учебно-методического центра компании Директ Медиа И сегодня проведу вебинар под названием Попури бесплатных инструментов для разработки учебного контента Сегодня у нас вторая часть нашей короткой трилогии И будет посвящена учебному видео Но перед тем, как начать, я, как всегда, делаю некоторые объявления В самом начале нашего чата расположены 4 ссылки Первая ссылка ведет на наш сайт, на его главную страницу с расписанием С расписанием на год, на целый учебный год до июня месяца 2019 года На этой странице вы можете не только посмотреть расписание Но и сразу зарегистрироваться на все наши мероприятия Которые уже вошли в наше расписание А их там уже больше 160 Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube И запись данного мероприятия тоже ведется И вообще все, абсолютно все наши мероприятия помещаются на YouTube На наш канал И там уже хранится 350 записей наших вебинаров Можете представить, какая там огромная масса информации Вот так что подписывайтесь на наш канал Чтобы быть всегда в курсе дела того, что происходит в Директ Академии Третья ссылка ведет на страницу нашего сайта Который называется онлайн курсы Она предназначена для тех, кто хочет всерьез подучиться онлайн У нас сейчас 7 курсов на этой странице представлено Самые разные направленности Будет больше в ближайшее время Ну и наконец последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов На которой в конце нашего мероприятия Вы сможете приобрести сертификат Именной сертификат электронный Об участии в данном мероприятии Еще я хотел бы проанонсировать несколько мероприятий Которые состоятся на следующей неделе Следующая неделя у нас опять заполненная полностью Вообще Директ Академия это вебинар каждый день Вот поэтому В общем я даже не буду говорить о том, что неделя полная Но я представляю несколько, четыре следующих мероприятия Первое мероприятие в понедельник Первый вебинар проведет Валерий Платонов Один из руководителей Международной конференции Которая проходит каждый год в октябре Вот недавно она была Которая называется AdCrunch И он расскажет о конкурсах AdCrunch И перспективах их развития Я очень вам советую посетить это мероприятие Валерий очень интересный собеседник и человек И вообще то, что они делают на AdCrunch Это крайне интересно 23 октября Во вторник Мы продолжим нашу серию Посвященную истории искусства И Марина Пивень Она уже один раз у нас в начале октября дебютировала Это наш нынешний постоянный ведущий по теме истории искусства Проведет вебинар Время Титанов Рафаэль Мастер Синтеза и Гармонии 24 числа в среду Я продолжу Точнее закончу вот эту нашу короткую трилогию Которая называется Попури бесплатных инструментов для разработки учебного контента И часть третья будет посвящена электронным элементам учебного контента Соответственно, кто сегодня присутствует у меня здесь Я настоятельно советую посетить и третью часть моей короткой трилогии тоже И наконец 25-го Так случилось, что два дня подряд у меня вебинары Будет тема, которую я еще не проводил Это совсем новый вебинар Будет называться Сам себе билд-редактор Как преподавателю правильно подбирать иллюстрации И медиафайлы Я тоже очень хотел бы, чтобы вы пришли на этот вебинар Он в какой-то степени является четвертой частью того, что мы сегодня Этой трилогии Но стоит особняком Он будет посвящен Такой важной компетенции Которая сейчас всех нас преследует Мы просто не можем не быть немножко билд-редакторами Потому что нам надо уметь ориентироваться В пространстве медиафайлов интернета И уметь их находить и применять в своем собственном контенте Вот этому будет посвящен мой вебинар 25-го числа Ну что ж По введению у меня все Да, я сейчас расшарю свою презентацию Чтобы вы могли ее скачивать И я как раз хотел бы, чтобы вы ее скачали Потому что будет много ссылок Я не буду эти ссылки все давать в чат В надежде на то, что вы их скачаете вместе с презентацией И можете оттуда посмотреть Ну там, где нет ссылок Там просто по названию инструменты легко гугляться Вот, итак У нас сегодня тема, посвященная бесплатным инструментам Для создания учебного видео И я поделил все инструменты для видео На следующие разделы Это запись Монтаж видеоизображений Хранение видео Создание так называемого быстрого видео Или некого аналога скриншотов Ну только не скриншотов, а маленьких скринкастиков Интерактивное видео Видеокомиксы Скрайбинг Ну и многое-многое другое Да, я сюда не добавил один пункт Который я впервые сегодня буду представлять Это приложение для мобильных платформ Которые тоже в некотором смысле Выполняют функции Аналогичные тем инструментам О которых я говорю рядом Ну что ж, давайте начнем Первое, это запись Первое, что надо сделать Это записать видеоролик Ну, это говоря об инструментах Конечно, когда я говорю в широком контексте Об видео И мы немножко поговорим в этом контексте Когда в декабре Когда у меня будут соответствующие вебинары Посвященные учебному видео То, конечно, до инструментов не сразу дело доходит И до записи доходит дело не сразу Первое, что мы обсуждаем Это подготовку контента к записи То есть, что надо подготовить Но сегодня об этом говорить не будем Потому что эта тема для нас сегодня не такая важная Сегодня мы говорим Конкретно о видео Поэтому начинаем прямо с записи Так вот, какие бесплатные инструменты Есть для записи Видеороликов Первый и, наверное, исторически Достаточно далекий пример Потому что этот сервис-программа существует уже достаточно давно Традиционно у меня Screencast-O-Matic Вот прямо так вот она называется Screencast-O-Matic.com В основном это сервис Но короткую программку придется себе скачать Она не будет установлена на ваш компьютер Она в фоне будет существовать И будет Вы не бойтесь этого Это не вирус никакой Прямо при нажатии на Start Record На эту синюю кнопку вы можете нажать Даже не регистрируясь в этом сервере В этом сервисе Начнется запись Вызовется вот эта коротенькая маленькая программка Которая к вам скачалась И вы можете начать запись Запись вашего экрана Начать записывать Screencast-O-Matic Здесь нет времени на рассмотрение всех видов учебного видео Для этого требуется отдельный вебинар И мы его обязательно проведем в декабре Просто хочу сказать, что Screencast-O-Matic предназначен для записи Прежде всего такого вида учебного видео, как Screencast-ы На него, конечно, можно записать и свое изображение с веб-камеры Но для записи полноценного студийного видео, конечно, он не пригоден Однако же Screencast-ы являются основным инструментом В силу своей демократичности и того, что они решают максимум дидактических задач Они являются основным инструментом автора учебного контента в области видео Особенно когда этот автор работает в одиночку У него нет команды, нет студии и так далее Так вот, первый инструмент, который я хочу вам предложить Это Screencast-O-Matic Он достаточно простой У него есть, по сути, 3-4 настройки, которые надо знать Это выбор микрофона Выбор области Кстати, эти настройки всегда одинаковы для всех рекордеров Которые записывают Screencast-ы Вот можете пересчитать по пальцам Первое – это выбор микрофона Второе – это выбор источника видеосигнала Это может быть либо один только экран Это может быть одна только веб-камера Или это может быть совместно экран и веб-камера Когда ваше изображение, вот как сейчас вы меня видите В уголке такое маленькое видеоизображение Также можно писать и Screencast-ы Когда расположить в правом нижнем углу свое изображение И записывать его вместе с изображением экрана Дальше надо выбрать размер области Либо произвольная область Либо один из стандартных размеров Я вам предлагаю всегда использовать стандартные размеры Ну вот, собственно, на этом все установки заканчиваются Можно нажимать на кнопку Start Recording И приступать, собственно, к записи У меня есть два ролика учебных Если вы хотите изучить этот инструмент Screencast-o-matic Я вам рекомендую посмотреть эти два ролика Они достаточно короткие И после них можно вполне себе приступать уже к работе И писать учебное видео Другим бесплатным инструментом Который я всегда рекомендую Как альтернатива у Screencast-o-matic Является инструмент iSpring FreeCam Это бесплатный инструмент от iSpring Которым... В данном случае это приложение Которое скачивается на ваш компьютер Очень маленькое, компактное приложение С минимумом настроек Такие же настройки примерно, как у предыдущего сервиса Но есть там небольшие изменения Например, можно писать... Она может воспроизводить звуки Системные звуки Это иногда важно В Screencast-o-matic системные звуки не пишутся Только в платной его версии Да, я забыл совсем сказать Что Screencast-o-matic это бесплатный сервис Но у него есть платный режим Который расширяет его функционал Вот iSpring FreeCam Это абсолютно бесплатная программа С аналогичными возможностями Кое-где даже немножко шире Собственно, делать учебные ролики По этой программе не было смысла Потому что у нее есть Замечательная русская документация Вот ссылка стоит На эту документацию В презентации Можете ее посмотреть Стоит ее просто прочитать И сразу можно использовать А если у вас уже есть опыт использования Хотя бы одного рекордера То там все интуитивно понятно Несколько небольших настроек Повторюсь, это выбор источника звука Выбор источника Видеосигнала Ну и размер Размер области Которую можно настроить Вот три настройки Которые надо делать всегда При записи учебного видео Ну и большая красная кнопка Которая означает запись Вот Значит тут я хотел бы сделать Небольшое отступление О том, что В данном случае Есть платный продукт Который я использую И который Всем рекомендую Несмотря на то, что тема Наша сегодняшняя Бесплатные инструменты Просто хотел бы сказать Что вот есть такой инструмент Специально для Преподавателей Педагогов Для тех, кто пишет Скринкасты профессионально Называется он Камтазия Камтазия Стадио И Текущая версия Ну вот Недавно была девятая Сейчас версия называется 2018 Выпустили они новую версию Летом Мало чем отличается от предыдущей И В чем радость Этого приложения Стоит оно Ну так Чувствительно для одного человека Но на самом деле Для видеоредакторов Это какие-то копейки Потому что Обычно Любой профессиональный Видеоредактор Стоит там где-то От тысячи долларов Эта программа Стоит 199 И там можно даже По-моему Скостить эту цену Если вы Образовательное учреждение Да Еще Она может Для вас быть Бесплатной Если вы Работаете В ВУЗе Достаточно Частая ситуация Когда В ВУЗах Эта программа В скольких-то экземплярах Закуплена официально Вам стоит Только пойти В IT-отдел И поинтересоваться Вообще Как бы Можно ли легально Установить эту программу На мой Офисный компьютер Иногда Это решается Этот вопрос Решается Вот Так что Для вас Она может быть Может так Сложиться Такая Счастливая случайность Что Для вас Она будет Бесплатна Почему Она хороша Это Это приложение Почему оно Хорошо Потому что В нем Идеальный На мой взгляд Сочетается Функционал И Простота То есть Из этого Профессионального Видеоредактора В данном случае Тут Речь идет Как о Записи Это как Комкордер Так и Средство монтажа Из него Убрано Все Что Не нужно Преподавателям То есть Все сложности Которые Есть В Специальных Профессиональных Программах И освоить Которые Не так Просто Без глубокого Погружения В Саму Область Видеомонтажа Вот Они Убраны Оставлен Тот Функционал И Те Радости Которые Нам Нам Очень Нужны При Производстве Скринкастов Ну Еще Она Интегрирована С Пауэрпоинт Много Других Интересных Вещей В общем Я Если Есть У вас Возможность Для записи И для монтажа Использовать Вот эту Программу То Ее Используйте И На Первом Да и на Втором Этапе Вам Ее Хватит Может быть Когда-то Вы Захотите Использовать Что-то Посерьезнее Там Например Sony Vegas Или Адобовские Продукты Ну Это Случится Сильно Потом И я Очень Не рекомендую С них Начинать Вот Начинайте С простых Программ Для записи И Дальше Повышайте Сложность Сложность Тех Инструментов Которые Используете Но Есть Для Монтажа И Бесплатные Программы Несколько Учебных Роликов Которые Были Созданы В Позапрошлом И Прошлом Году Про Компанию Я Не Правильно Хотел Сказать Не Компании Теплицы Социальных Технологий Забыл Как Они Называются Это Некоммерческое Партнерство По-моему Которые Пишут Замечательные Учебные Ролики Вот Они Записали Несколько Учебных Роликов Посвященные Программам Видеомонтажа Одна Из них Это Бесплатный Продукт Который Называется Shortcut В некотором Смысле Замечательное Средство Я его Попробовал У себя Конечно После Камтазии Это Выглядит Несколько Средства Несколько Таким Ну Не то Чтобы Убогим Там Все Сделано Не так Как Хочется Несколько Действий Надо делать Вместо Одного В Камтазии Но Тем не менее Это Вполне Сносное Средство По сравнению С другими Бесплатными Средствами Которые Монтажа Которые Совсем Уж Убогие Это Средство Оно Достаточно Все-таки Достаточно Продвинуто Вот Есть Такой Видео Урок От Теплицы Социальных Технологий Ведет Владимир Ломов Посвященная Шорткату Пять минут Для того Чтобы ознакомиться С основными Его Характеристиками Тоже Вполне Приличная Программа Ну и Гораздо Более Приличная Программа Которая Называется DaVinci Resolve Сейчас Пятнадцатая Версия Программа Достаточно Сложная Бесплатная Она Видимо Потому Что На самом деле Вполне Такая Профессиональная Программа Бесплатная Она Видимо Потому Что Выпускается Компания Black Image Magic Design Которая На самом деле Специализируется На выпуске Видеокамер И Оборудования Для видео Для всяких Видеодел Вот Поэтому Программное Обеспечение Для нее Является Скорее Рекламным Нежели Отдельным Продуктом Вот Программа Мощная Достаточно Но В этом Кстати В этом Много Радости И много Печали Как я уже Говорил Что Начинать С таких Профессиональных Сложных Продуктов Это Может быть Не очень Хорошо Но Попробуйте Если у вас Уже есть Такой Опыт Монтажа Можете ее Попробовать Она Достаточно Неплоха И Опять же Теплица Социальных Технологий О которых Я говорил Посвятила Ей Даже Не один Ролик А Девять Роликов В которые Разные Аспекты Работы С DaVinci Resolve Рассмотрены Это Девять Пятиминутных Роликов Достаточно Большой Объем Учебный Так что Если У вас Цель Использовать Обязательно Бесплатные Продукты То есть Абсолютная Цель То это Будет Очень Хорошим Выбором Я Попробовал Эту Программу Мне Тоже В ней Не все Показалось Удобным Но С другой Стороны Удобство Приходит По мере Пользования То есть Есть Некий Некий Багаж Умений Которые С тобой Приходят Если Ты Определенную Операцию Сделал Именно Таким Образом То Потом В другом Продукте Чтобы Делать Это По-другому Должно Пройти Время И В общем Это Потом Может быть Будет Так же Удобно Ну вот Например Мне В этом Продукте Не очень Нравится Что Когда Я Вырезаю Кусок То Мне Надо Выполнить Три Операции Разбить Видеоролик Один Раз Разбить Другой Раз Между Этими Разбиениями Удалить И Потом Еще Сдвинуть Это Все В Камтазе Это Все Делается За За Одну Операцию Просто Вырезать Вполне Возможно Что Эта Операция На самом Деле Не Очень Строгая С точки Зрения Видеомонтажа То Есть Там Сделано Так По Простому И По Удобному А Здесь Сделано Так Как Принято Именно В Видеомонтаже Вот Но Тем Не Еще Раз Интересует Монтаж Так Достаточно Продвинутый То Это Очень Хороший Бесплатный Продукт Так Вижу Появились Вопросы Или Реплики Есть Какой-то Опыт Использования DaVinci Resolve Люди Занимающиеся Монтажом Ругались На Ее Глючность Именно Как Монтаж Скажу Честно Я Попробовал Ей Пользоваться Вот Пока Я Пробовал Никаких Глюков Не Глюков Не Видел Возможно Была связана С ее Многоплатформенностью Но Вот Я Под Windows Вставил Вроде Было Ничего Опять Все Программы Начинают Глючить Когда Во-первых Когда У вас Недостаточно Памяти И Во-вторых Когда У вас Сложность Проекта Превышает Опять Ж Либо Возможности Программы Либо Тот Объем Памяти Который У вас Есть Вот А А так как Видеомонтаж Это Достаточно Ресурсоемкая Вещь То Соответственно Превысить Объем Той Памяти Которая Есть На Вашем Компьютере Достаточно Просто Можно Просто Запихать Туда Достаточное Количество Роликов Достаточное Количество Высококачественных Изображений И У вас Обязательно Все Заглючит Камтазия Тоже Иногда Глючит На Таких Каких-то Предельных Случаях Когда вы Накидали Массу Операций Вот И Там Иногда Тоже Что-то Начинает Не справляться Вот Еще один Эффект Когда я достигал Глючности Различных Программ Это Когда я В качестве Входного Медиаресурса Использовал Не ролик А Гигапиксельное Изображение То есть Изображение Размером Там Примерно 30 тысяч На 30 тысяч Пикселей Вот Вставляешь его В качестве Исходного Материала А потом Начинаешь При помощи Инструментов Видео Перемещаться Между Отдельными Его частями А вот Камтазию Предыдущего Предыдущей версии Предпредыдущей Восьмой версии Она От такой Операции Просто Зависала Насмерть Так что Глючность Это вопрос Такой Достаточно Творческий Любую программу Можно заставить Глючить Другое Дело Если она По жизни Глючная Но Я вот Такого DaVinci Resolve Не заметил На своем Опыте Да Ну и Следующий Следующий Момент Вот В принципе Как делать Скринкасты С больших Компьютеров Более-менее Понятно Вот Массу Программ Есть Но Иногда Надо Делать Скринкасты Из Экранов Мобильных Устройств Для этого Есть Несколько Приложений Да Ну Когда Надо Вот Например Ваша Компания Или Вы Сами Написали Приложение Какое-то В вашей Области Знания А теперь Вам надо Сделать Учебный Ролик По этому Приложению Потому что Люди Не совсем Понимают Много Много Настроек Там И так Далее Ну Та же Ситуация Как Со Скринкастами На Большом Компьютере Вам Надо Сделать Ролик На Самом Мобильном Устройстве То есть Вы Не Можете Видеокамерой Снимать То что Происходит На Экране Это Неправильно Вот Для Таких Применений Есть Ряд Приложений Они Есть Как В Андроиде Так И В IOS И Вот Одно Из Таких Приложений Это Deu Recorder Запись Экрана И Редактирование Видео Я Себе Это Приложение Поставил Поэтому Здесь Вот Кнопка Это Скриншот У меня С Google Плея Соответственно У меня Тут Кнопка Уже Установлена У вас Будет Кнопка Скачать Программа Это Бесплатная Есть Как Всегда Платный Вариант Программы Там Я Честно Говорю Вчера Смотрел Но Позабыл Какие Там Дополнительные Свойства Но В принципе Бесплатный Вариант Удовлетворяет Почти На все 100% Все Там Нормально И по Уму Пишется Скринкаст Который Можно Потом Использовать Перекачать В На Большой Компьютер Либо Сразу Его Можно Каким То Образом Запостить Либо Перекачать Его Можно Потом Отредактировать Той же Камтазией Уже Вставить В какой-то Более широкий Видеоконтекст Вот В общем Получается Достаточно Нормально Вот Осваивается Где-то За полчаса Программа Очень Рекомендую Если У вас Есть Такая Такая Потребность Ну И второе Мобильное Приложение Которое Я бы Да Ну Просто Гуглиться По ДУ Рекордер Легко Легко В Гугл Плее Вы можете Найти Это Приложение Точно Так же Еще Одно Приложение Которое Я вам Рекомендую Которое Называется Дроид Кам Вайлес Приложение Которое Позволяет Использовать Ваш Гаджет Ну В 90% Случаев Это будет Ваш Мобильный Телефон Смартфон Конечно Вот Для В качестве Дополнительного Устройства Ввода Видеоинформации Вы можете Использовать Телефон Например Как микрофон Либо Как Видеокамеру То есть Обычная ситуация Конечно Когда Вот Например Вы пишете Скринкаст И перед вами Есть возможность Записи экрана И есть Веб-камера Которая на вас Смотрит Вот как Сейчас на меня Смотрит Веб-камера И формирует Ваше изображение Но вы можете Захотеть Вместо Веб-камеры Использовать Какое-то Другое устройство И вот Вариант Вы можете Использовать Камеру Своего Телефона Для Записи Видео В качестве Источника Видеосигнала Очень интересное Свойство Ну и Свойство Второе Это Когда у вас Нет микрофона Вам например Надо срочно Провести Вебинар Или Срочно Записать Видеоролик Вот есть Обходной Путь Это когда В качестве Микрофона Вы используете Свой телефон Очень Интересная Интересная Возможность Такая И Работает Ну Работает Настолько Хорошо Насколько Хорош Динамик У вашего Не динамика А микрофон В вашем Телефоне Если у вас Качественный Динамик То и запись Будет Очень Очень Неплохая Если Динамик Так себе То Конечно Вот Даже Вот такой Микрофон Простенький Который у меня Он выигрывает По сравнению С Микрофоном Телефоном Вот Но Как выход Это очень Очень здорово То есть Вот У вас просто Появляется Еще Один Еще Одно Устройство Вот Во всех Тех Программах О которых Я писал В Комкордерах У вас Просто Появляется Еще одно Устройство Для настройки То есть Например В списке Микрофонов Вы можете Выбрать Микрофон С телефона И в списке Видеосигналов Вы можете Выбрать Видеосигнал С вашей камеры Очень В общем Замечательная вещь На мой взгляд Вот Правда Потом Иногда Приходится Путаться Потому что Количество Устройств У вас Возрастает И даже В тот момент Когда Не запущено Это приложение Все равно В списке Он Остается У вас Навсегда До Того момента Как вы Свою операционную Систему Не переустановите Для Нормального Функционирования Этого Приложения Вам Надо Также Поставить Ответное Приложение На Ваш Компьютер На Большой Ваш Компьютер И тогда Эти приложения Между собой По Вайфаю Будут Будут Сотрудничать И Передавать Изображение Из В другое Да Хотел бы Сказать Что в данном Случае Вайфай Необходим То есть Если у вас Одна Только Реализовано Только Проводное Соединение То Соединиться Не получится Нужен Обязательно Вайфай В этих Программах Сохранение Идет Только на Телефон Или Есть Возможность Сразу Сохранять В Облако Сразу Сохранять В Облако Я Такого Не Помню Первым В первом Случае В предыдущем Случа Вот здесь Идет Действительно Сохранение На телефон Но его Легко Потом Перекинуть На На Компьютер Уже Стандартным Образом Просто Перекинуть Файл Получившийся Ну или Можно Сразу После Записи Его Расшарить В Облако Ну не В свое Облако А в Какую То Соц Сеть Там Я Не Помню Там Достаточно Широкий Выбор Того Куда Можно Расшарить Но Насколько Я Помню Своего Собственного Облака Там Нет Для Сохранения Для Сохранения Результата А в Этом Случае Собственно Сразу Результат Сохраняется На Большой Компьютер Вот Потому Что Гаджет Служит Не Столько Как Источник Информации Сколько Как Устройство Формирующее Сигнал То есть Видеосигнал Или Звуковой Сигнал Вот Ну Про гаджеты Наверное Все Вернемся К Программному Успечению Для Больших Компьютеров Ну Или К сервисам Аспект Который Мы Часто Не Рассматриваем Просто Потому Что Для Нас Это Уже Как Данность Где Хранить Видео Ну Давайте Его Хранить На Ютюбе Естественный Достаточно Ответ На самом Я Этот Слайд Создал Только Для Того Чтобы Еще Раз Вам Напомнить Что Есть Такая Замечательная Вещь Как Ютюб На Которую Надо Стараться Если У вас Видео Только Не Конфиденциальное Обязательно Выкладывать Все Свои Ролики Надо Обязательно Создать Канал Свой На Ютюбе Преподавателю И На Него Методично Выкладывать Все Что Вы Делаете Вот Ютюб Это Не Только Хранилище Там Есть Масса Дополнительных Возможностей Которые О Которых Мы Забываем В частности Для Онлайн Преподавателя Это Хорошее Средство Для Того Чтобы Донести Ваш Ролик До Любого Вашего Слушателя В любой Части Мира Google Делает Свои Сервера По Миру Везде И Скорее Всего Где Бо Ваш Слушатель Не Находился В Москве Владивостоке В Африке Или Еще Где Либо До Ближайшего Сервера Ютюба Ему Добираться Будет Ближе Всего Если Вы Создали Свой Видеофайл И Положили На Свой Сервер Например На Сервер Университетский То В Большинстве Случаев Близко Будет Только Тем Студентам Которые Реально Географически Близки До Вашего Университета Ну Или Не Географически А По Структуре Вашей Сети А Вы Можете Быть Неприятно Удивлены Что Какой-то Студент Из Другого Города Будет С Вашего Сервера Испытывать Большие Затруднения В проигрывании Видеофайлов Особенно Если Это Какой-то Стандартный Сервер Не Видеосервер А Сервер Стандартный Файловый Сервер У него Будут Проблемы Вот Поэтому YouTube Это Еще И Свойство Наилучшим Образом Донести Вашу Видео Информацию До Всего Мира Напоминаю Опять же Вещь Вроде Стандартная Но Все Об этом Знают Но Надо Иметь Ввиду Что Это Не Просто Хранилище Но Еще И Средство Воспроизведения Ваших Файлов То есть Плеер Который Будет Проигрывать Файл Прямо Встроен В Сам Этот Сервис Другими Словами Вам Не Надо Думать Над Тем Чем Не Вам Не Вашим Студентам Не Надо Думать Над Тем Как же Это Все Проигрывать Все Уже Давно Встроено Вы Можете Встроить Ваш Ролик В Любую Вашу Систему В закрытую Или Открытую Систему В Дистанционного Обучения Ваш Курс Либо На Ваш Блог Либо На Ваш Личный Сайт Либо На Сайт Университета И Все Будет Проиграно Наилучшим Образом Без Всяких Задержек Если Только Ваш Личный Канал Точнее Личный Канал Того Человека Который Будет Проигрывать Не Совсем Уж Тонкий В В этом Случае Конечно Если Через Него Второе Облачное Хранилище По Второе По Популярности И Наверное Первое По Популярности Среди Профессионалов Это Vimeo Это Сервис С Аналогичными Возможностями С Некоторыми Дополнительными Возможностями Для Качественного Воспроизведения Видео С Некоторыми Дополнительными Платными Возможностями В частности Для платного воспроизведения закрытых материалов. Многие платформы, профессиональные платформы онлайн-обучения, на моей памяти Степик, по-моему, еще какие-то я видел, используют в качестве хранилища не свои сервера, а каналы на Vimeo. Вы можете это даже не замечать, когда используете их учебные курсы, но если вы проанализируете код страницы, то увидите, что на самом деле этот ролик лежит на Vimeo и к нему происходит обращение. Так что это второй вариант для онлайн-преподавателя, чтобы использовать хранилище видеоматериалов. От таких монстров перейдем, наоборот, к микропрограммам. И одна из программ, которые я очень люблю, называется MonoSnap. Это программа для создания микровидео. Некий аналог скриншотера для... Если скриншотеры предназначены для записи скриншотов, то есть изображений с вашего компьютера, то MonoSnap предназначен для записи микровидео, микроскринкастов. В принципе, ими можно записать и такой нормальный скринкаст, но это уж совсем будет извращение, потому что тут он крайне упрощен для записи. Но это и хорошо. Смысл этого продукта не в том, чтобы... Это приложение, маленькое приложение, которое можно скачать, оно тоже бесплатное, не в том, чтобы сделать качественный скринкаст, а в том, чтобы сделать его здесь и сейчас, и прямо сейчас послать своим слушателям в чате, или в учебном форуме, или где-то еще. Вот, например, вы общаетесь онлайн с вашим слушателем, он говорит, я не понимаю, как сделать вот эту и эту операцию. Я прочел учебник, или я прочел вашу инструкцию, но я не понял, как это делать. Ну, тогда вы понимаете, что статические средства исчерпаны, вам надо это в динамике показать обязательно. И вы говорите, сейчас, одну минутку, заходите в этот MonoSnap, включаете режим записи, делаете краткий скринкаст, буквально на полминуты, где показываете нажать эту кнопку, нажать эту кнопку, теперь вот эту кнопку, и теперь вот эту кнопку. И все нормально. Можете рисовать вот такие вот стрелочки. Ну, здесь их слишком много нарисовано. На самом деле, обычно там одну-две стрелочки можно нарисовать. Стрелочки появляются на видео, и потом самостоятельно исчезают через пять секунд. Вот такой вот простой аппарат. Они позволяют еще и направить внимание слушателя на какой-то объект записи. Вот и все, что может MonoSnap. Очень качественное видео на нем делать вряд ли возможно, но это и не надо. Но зато прямо здесь и сейчас вы можете в видеорежиме ответить на вопросы ваших слушателей. Кроме всего прочего, это производит еще и хороший эффект. Когда вы показываете вашему слушателю, что вы отвечаете в режиме видеозаписи, сделанной специально для него, это производит на ваших слушателей достаточно хороший эффект. Поэтому вот эта программа обязательная для применения. Она занимает минимум места на вашем компьютере. Установите ее. Даже если вы пока не хотите ее использовать, она много места не отъест. Ну, а потихоньку, может быть, начнете ее как-то использовать. Да, ну вот пример использования этой программы. Вот здесь стрелочка нарисована, которая через 5 секунд исчезнет в ролике. И так далее. Вот ссылка на этот MonoSnap, который можно скачать прямо вот здесь. Переходим к следующему инструменту, который называется интерактивное видео. Ну, само по себе это не столько инструмент, это не инструмент, это вид учебного видео. Какие интерактивности возможно вообще в видео? Те интерактивности, которые обычно используются, это, во-первых, горячие точки. То есть некоторые точки или области на экране, которые становятся кликабельными в какой-то момент. Вот, например, вот здесь вот эта вот область кликабельна. Вы можете на нее нажать и получить какое-то всплывающее окно или какое-то действие. Например, может быть вызван другой ролик или может быть вызвано другое место в этом ролике, подсказка, ну и много-много другого. Вот. Далее это интерактивное оглавление. Вот оно здесь. Интерактивные титры. Когда титры делятся на кусочки и каждый элемент титров тоже является кликабельным, вы можете сразу перейти на тот момент, который вас интересует. Вот эти вот интерактивные оглавления, интерактивные титры, они являются очень важным и мощным инструментом, обращаю ваше внимание, потому что они превращают видео из... Видео есть один недостаток. Это, по сути дела, медиа последовательного доступа. То есть вы, конечно, можете использовать движок для того, чтобы двигать вперед-назад видео в любом месте, остановиться, но это все равно не так удобно, потому что вы не можете быстро проглядеть то, что есть на предыдущих кадрах. Все равно это не превращает видео в медиа прямого доступа. А вот такие вот оглавления и кликабельные титры, они превращают, потому что вы глазами можете быстро пробежать буквально по часовому ролику, пробежать за полминуты и сразу тыкнуть в то место, которое вас интересует. Поэтому это, на самом деле, очень мощный инструмент, который надо использовать. Ну и еще один достаточно распространенный инструмент в интерактивном видео это формирование всякого рода квизов или опросов. Именно опросов, а не тестов, как иногда говорят, потому что такой полноценный тест, как измерительный образовательный продукт, невозможно в видео сделать, ну или это достаточно сложно. А вот именно опросик такой, который привлечет внимание слушателей к изучаемому материалу, отошлет назад, если что-то не понято, это вполне можно сделать. Вот такие элементы интерактивности часто применяются в видео. Но надо понимать, что в самом формате видеофайлов никаких интерактивностей нет. Возьмите любой формат, стандартный, ни MP4, ни AV-формат, ни MOV-формат. Никакие из этих форматов интерактивности внутри видео не предусматривает. Вся интерактивность, которую мы наблюдаем, это свойства оболочки, в которые помещается видеофайл. Эта оболочка может быть включена в специализированный плеер, который идет вместе с вашим файлом, видеофайлом, и который вы размещаете вместе с этим файлом на странице своего курса или своего учебного контента. либо это может быть свойство сервиса, в который вы, опять же, помещаете ваш видеофайл. Помещаете, это не означает, что вы обязательно скачиваете в этот видеосервис. Обычно это происходит так, вы просто передаете ему ссылку на ролик, который лежит в YouTube, и дальше он уже вокруг этого ролика делает свою собственную оболочку сверху и позволяет делать вот такие вот интерактивности. Хочу отметить, что какая-то простая интерактивность достаточно, включающая, например, интерактивное оглавление, интерактивные титры есть в самом YouTube. Если знать, как ее вызвать, то это, в принципе, достаточно хорошая вещь. Формировать интерактивное оглавление вообще очень просто. Оно формируется прямо в описании ролика. Несмотря на то, что оно не совсем функционально, но тот, кто знает, как это делать, и тот, кто знает, как этим пользоваться, это очень полезная вещь. Я же предпочитаю для интерактивного видео пользуются вот таким вот инструментом, как ThinkLink. Это сервис. По этому сервису у меня есть некий учебный ролик. Вот можете его посмотреть. Есть ролик, который я... интерактивный ролик, который я сделал. Ну, в общем-то, все достаточно... достаточно здесь просто делается. И... время освоения, на мой взгляд, вот час этого сервиса. Вот. Дальше можете делать всякие интерактивности. Где еще можно делать интерактивности? Много где. Например, в самой Камтазии, о которой я говорил, как о желательном средстве видеомонтажа. Там есть интерактивности но, опять же, надо иметь в виду, что эти интерактивности будут работать только в том случае, если вы сохраните свой ролик не как чистый MP4 файл, а как вместе с... вместе с... программным... неким... программной оболочкой, с... плеером Камтазии. это ряд файлов HTML, CSS, JavaScript. Там достаточно мощный такой JavaScript на целый мегабайт. Вот. То есть, программный... хороший такой программный продукт, который идет вместе с роликом. Вот. в этом случае все эти интерактивности будут работать. Хочу сказать, что у нас достаточно много средств для интерактивности. И вот у нас в прошлом году был целый вебинар большой, который вела Марина Орешко. Называлось «Интерактивное видео. Как создавать и использовать». Там описано, если не изменяет память, 15, по-моему, разных инструментов для интерактивного видео. Кто именно этим заинтересован, может посмотреть этот вебинар, его запись. И там очень подробно по поводу этого рассказано. Следующее. Видеокомиксы. Есть средства для создания видеокомиксов, которые позволяют делать очень-очень простенькие анимации. Конечно, для сложной авторской анимации мы вряд ли дорастем. Для этого нужен... Ну, просто мы должны стать аниматорами, а это достаточно сложно. Для этого талант нужен. Вообще немножко не те компетенции, которые есть у преподавателя. А вот сделать простенький видеокомикс очень даже ничего можно. И такой видеокомикс, для него есть несколько инструментов. Один из них называется PowToon. Вот здесь мы имеем некоторое количество персонажей, некоторое количество фонов, некоторое количество объектов и надписей, которые мы можем делать. И вот все эти объекты мы помещаем на ось времени, в разные места оси времени. Они появляются, они исчезают. У них есть такая псевдо-анимация, у некоторых из них. У этих объектов есть, если это человечки, у них есть, как правило, еще эмоциональные некие настроения. То есть у одинакового объекта может быть 3, 4, 5, 10 эмоций, которые вы можете задать. И вот оперируя этим, вы можете сделать коротенький ролик, который будет нести какую-то нагрузку. Где это может применяться в учебном видео? Ну, как правило, это какой-то входной видеоролик для темы или для курса, который поясняет тему. Непосредственно дидактическую нагрузку это нести вряд ли может, или такую очень-очень простенькую какую-то. Разумеется, весь курс делать в такой схеме вряд ли возможно, но иногда применять это очень даже ничего. Ну, вот есть учебный ролик такой, можете его посмотреть, как это делать. Я лично это попробовал, но не использую, потому что, ну, это, в общем, немножко не в моем стиле. Мне это, то, что можно достичь при помощи этого, меня не устраивает. Я понимаю, что мне не хватает вот анимационного качества того, что я делаю. Вот сервис покруче немножко, который называется GoAnimate. Он в свое время был тоже условно бесплатным, в нем был бесплатный план, но потом он стал, к сожалению, полностью платным, и сейчас он такой достаточно, даже серьезный, я бы сказал, платный сервис. Вот, но в нем, в нем делается все то же самое, но гораздо больше возможностей, вот, гораздо лучше отрисованные персонажи, и ролики в нем получаются, в общем, такие, очень даже неплохие. Ну, еще один вариант, это Mowgli, такой промежуточный вариант. Здесь ролики вроде бы немножко получше, чем Pau Tune, получается, но тоже, и в нем тоже есть бесплатный план, вот, но все те же ограничения присутствуют. Наконец, для скрайбинга, то есть для рисования поверх экрана есть такой интересный сервис, который называется Объясняшки. Сервис замечательный, и у него есть один существенный недостаток, он работает на одном единственном типе устройств на iPad. Вот, вот, можно рисовать прямо пальцем по экрану, можно оживлять сцены, его преимущество заключается в том, что вы сначала пишете сценарий, потом этот сценарий проговариваете голосом, и потом на голос сажаете некий видеосюжет. Причем видеосюжет состоит из отдельных сцен, а переходом между этими сценами служит, собственно, процесс рисования, сам процесс рисования. Получается очень хорошо, очень синхронизировано, ну, конечно, для этого надо хотя бы минимально рисовать, минимально уметь рисовать, вот что не каждый не каждый может. Я вам сейчас не буду показывать примеры, у нас для этого, к сожалению, нет времени, но это один из моих любимых сервисов. Вот, на моих курсах обычно люди, кто-то, два, три ученика обязательно этот сервис осваивают, и потом очень радостно хлопают в ладоши. Вот, как я уже говорил, технология записи здесь такая, запись текста, озвучка текста, разбиение озвучки на несколько сцен, и после этого рисование каждой из этих сцен. после этого производится сборка, и все получается достаточно просто. Приложение бесплатное, есть платная версия, но почти полный функционал доступен в бесплатной версии, так что можете скачивать с App Store для своего iPad, если он у вас есть. Создал это приложение Сергей Гевлич, очень интересный человек, который продвигает не только эту идею, но и вообще саму идею объяснения при помощи видео. Вот, у него студия, которая этим занимается, и в прошлом году, в этом году он, кстати, тоже будет у нас в ноябре, но я пока точно не знаю тему, тема может быть другой. В прошлом году он у нас 29 ноября, провел вебинар, который назывался «Объясняшки. Анимация, доступная каждому». Вот, кто заинтересуется этим продуктом, может посмотреть этот вебинар и для себя это все уяснить. Ну и, наконец, еще одно средство для скрайбинга, называется Sparkol. Не бесплатное, но с бесплатным сроком, там, по-моему, две недельки можно попробовать. Это уже для большого компьютера, можно делать на десктопе различные анимации. И я видел как минимум один случай такого серьезного учебного применения сервиса Sparkol. Это был видеоканал, на котором было размещено, если не изменяет память, 105 роликов по вузовской философии. Такие достаточно продвинутые ролики, продвинутый портал, полностью отрисованный вот в стиле видеоскрайбинга с использованием каких-то изображений таких не рисованных, а заимствованных, полностью отрисованных изображений, ну и текстов. Все это явно сделано на Sparkol. То есть тут четко видится инструментарий именно этого продукта. Вот если кому-то интересно, ну может поискать или у меня спросить, я здесь не сделал отсылки на этот продукт, но достаточно интересный. На английском языке, к сожалению. Но вообще сам объем работ он поражает, он достаточно интересный, большой. Ну и видно, что люди освоили этот продукт достаточно хорошо. И чтобы сделать такой объем, просто надо его освоить не на уровне ручном, а сделать какие-то уже автоматические вещи. То есть в общем эти люди доказали, что этот инструмент может использоваться в обучении, причем не просто как вспомогательный инструмент, а как инструмент создания основного вида контента. Вот это меня в свое время очень сильно поразило. Есть еще инструмент, который называется Explain Everything, то есть объясни все. Это такой промежуточный продукт. Он тоже раньше был немножко частично бесплатным, сейчас только бесплатный на срок трейл-версию можно посмотреть. Он совмещает в себе это такой простенький спаркол, можно сказать, он совмещает в себе элементы скрайбинга и элементы анимации такой. Вот давайте я даже вам покажу минутный ролик, как работает эта программа, вот, чтобы как-то разбавить наше. Я думаю, из него будет понятно, что она из себя представляет. «Музыка» Субтитры подогнал «Симон» 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 Один из них называется «VipID» И второй, который я использую в силу его, не полной, а хорошей функциональности в бесплатном режиме, это «Flexpress» Если «VipID» там функциональность в бесплатном режиме совсем почти никакая, ну правда там крутые очень видеосюжеты, которые можно использовать, то «Flexpress» это очень неплохой вариант Вам предлагается несколько шаблонов Если вы находитесь в платном режиме, то, по-моему, их там больше сотни В бесплатном режиме их 15 Но это хорошие шаблоны, действительно, среди них есть что выбрать Далее вы просто заполняете своими данными этот шаблон, просматриваете его, редактируете, если надо И если он вас устраивает, скачиваете его в достаточно хорошем качестве Ну, по крайней мере, качества 720p вполне достаточно для того, чтобы использовать это в вашем учебном ролике Ой, прошу прощения, все перемоталось, как там Бесплатный режим, причем бесплатный режим достаточно хороший Вот то, что здесь написано, на самом деле это меньше, чем на самом деле есть Вот здесь написано, что в бесплатном режиме, например, можно скачать только в режиме 360p Ничего подобного Я скачивал ролики и в режиме Full HD, они почему-то стыдливо не пишут об этом в своем прайсе Но реально это так, и поэтому я вам очень советую воспользоваться этим сервисом Фликс Экспресс Я даже вам сейчас покажу, как просто это им пользоваться Покажу не мой скринкаст учебный, который я специально для своего курса сделал Он займет всего 2 минуты, а я буду, по ходу дела, комментировать его Входим на главную страницу сервиса, она легко находится поиском по названию Регистрируемся В данном случае я просто вхожу в свой аккаунт Мы попадаем сразу на главную страницу с набором шаблонов При наведении При наведении мышкой просто показывается, что это за шаблон Мы переходим к режиму Free, в котором всего 15 вариантов Выбираем один из вариантов Вот такой вот, простенький, но достаточно эффектный Пишем свои тексты, которые вставятся вместо Вместо тех текстов, которые на шаблоне Делаю разрешение 720p Смотрим результат Некоторое время идет работа, вот колесико вращается Сейчас этот результат появится Просматриваем его Вот они наши Наши выражения Они на русском языке Они уже вставились в этот ролик Если надо, возвращаемся к редактированию Если нет, скачиваем ролик Переходим на конечный экран Где готовится наш ролик для скачивания Нажимаем на кнопку Download Выбираем Download HD То есть в наилучшем качестве Все, сохраняем его к себе Я это делаю сразу открываю в своем Плеере, который установлен на моем компьютере Все, ролик на вашем компьютере Дальше можете его вставлять в Camtasia Или в любой видеоредактор И использовать по назначению Вот такой вот простой сервис О котором можно рассказать в течение двух минут И осваивается он настолько же быстро Еще один сервис, который интересен Это сервис Racketium Ну, он немножко иной Он не для производства интро А скорее для производства таких Объясняющих роликов на основе всплывающих текстов То есть это Я бы назвал его Ролик, который позволяет делать красивые титры Хотя, конечно, это немножко название не соответствует Его реальные мощи Но смысл в том, что вы Демонстрируете какие-то картинки Демонстрируете какие-то свои собственные Видеоотрывки И снабжаете это красиво вылетающими Фразами Текстовыми Гораздо интереснее и красивее Чем то, что вы можете сделать стандартными инструментами Вот я этот инструмент сделал Он мне понравился Но как-то он в мой инструментарий так и не вошел Есть у него некоторые ограничения Но, в принципе, инструмент очень интересный Я вам советую его как минимум попробовать У него тоже есть режим Free С которого можно начать Ну и, собственно, вот Все, мы движемся к завершению И последнее, что я могу порекомендовать Для самого-самого простого варианта Видеороликов А именно для варианта, когда Вы просто делаете озвученную презентацию Ну, в этом случае я вам просто советую С сайта Microsoft Скачать бесплатное приложение К PowerPoint Которое называется Office Mix Легко его найдете Вот его можно скачать Оно установится в фоне Как дополнительное меню в PowerPoint И при помощи него легко делать Озвученные презентации Сохранять их в виде видеоролика Вот, правда, при сохранении Этот продукт делает какие-то ужасные по размеру видео Вот, потом их надо ужимать Иначе они просто какие-то Ну, по сравнению с Camtasia раз в пять больше просто Вот, несмотря на то, что пишется в основном Какое-то статическое изображение Да, но, видимо, кодек, который они используют Он не позволяет делать очень Такие достаточно сжатые ролики Они получаются очень большими Вот, ну, в принципе, вполне Достойный и, главное, бесплатный продукт Которым можно воспользоваться Если у вас достаточно скромные задачи По озвучиванию презентации И ничего больше Вот, ну, на этом мы наши инструменты закончили Я хочу для видео Я хочу воспользоваться своим, так сказать, Служебным положением Пригласить вас на свой онлайн-курс Который называется «Учебное видео. От идеи до воплощения» Состоится этот онлайн-курс Начнется уже 30 октября, через две недели Чуть меньше, чем через две недели Этот курс мы делаем совместно с компанией «Ракурс» Содержит он 10 вебинаров, 12 тем Более двух сотен различных примеров Курс запускается в четвертый раз уже Давайте я вот на него как раз ссылочку дам в Ссылочку дам в чат, чтобы вы могли посмотреть на этот курс Ссылочка достаточно простая Вот такая вот Вот И тем из вас, кто хочет всерьез овладеть Инструментарием учебного видео Я хотел бы пригласить на свой курс Там мы рассматриваем в том числе О, спасибо В том числе, да, я помню, что вы Мне уже Елена дала Сведения о вас Что вы записались Людмила Васильевна, спасибо Вот Рассмотрим в том числе все эти инструменты Только в более подробном режиме И с выполнением соответствующих домашних заданий Ну что ж, коллеги, я Не смею больше задерживать ваше внимание Да, последнее, что я хотел бы сказать Давайте пока я завершаю вебинар Вы готовьте свои реплики или вопросы А я пока сформирую сертификаты для вас Постараюсь сделать это достаточно быстро Для тех из вас, кому это важно Я могу это сделать прямо сейчас Уйдет у меня на это буквально 2 минуты, а то и меньше Так, я формирую файл Сохраняю его Вхожу в Одну минутку Вхожу в В систему выдачи Загружаю файл Закачиваю его Все осталось совсем немножко Выделяю всех И выдаю сертификаты Так, ну и вот по этой ссылке Вы можете этот сертификат Себе заказать Вот Ну что ж, все На этом все Я хотел бы сказать, что Наверное, даже Вот нашего времени Опять я не уложился в час Где-то час двадцать у нас было Рассказать о видео Вот, даже о бесплатных инструментах Видео За это время невозможно Потому что Огромное количество инструментов Для учебного видео существует В природе Как бы это сказать Вы знаете, даже в течение Десяти темного курса Мне постоянно хочется еще о чем-то рассказать Так много разных инструментов Но если вы Хотя бы в данном объеме Попробуйте Я не говорю, что Сразу включите все эти инструменты В свои В свои аналы То это будет хорошо Я думаю, что Если вы хотя бы один инструмент Из того набора Который я вам Рассказал Он станет для вас Постоянным инструментом Это будет очень здорово Презентацию можно скачать Александр Николаевич В разделе Ресурсы Ну, давайте я вам поясню Если кто-то Никогда не скачивал Материалов из Нашей комнаты Вебинарной Вот, смотрите Вот сюда примерно Здесь вы видите Набор кнопок Горизонтальных В правом верхнем углу Одна из этих кнопок У меня она пятая слева Это Такая серая папочка Когда на нее Нажимаете Появляется и исчезает Последовательно Нажимаете Появляется и исчезает Окно ресурсы Справа от моей презентации В этом окне Вы видите 4 строки Одна из этих строк Имеет зеленую кнопочку Слева от своего названия Вот, нажимаете На эту зеленую кнопочку И Скачиваете презентацию К себе на компьютер Обращаю внимание Именно на кнопочку А не на название файла Вот И будет вам тогда Эта презентация Можете ее использовать Как всегда Я говорю Что Если Вам необходимо Использовать эту презентацию Для собственных целей Можете это делать Но Со ссылкой на Компанию Директ Медиа И со ссылкой на меня Вот и все Напоминаю Что Нас ждет Еще одна часть Нашего Микро Микротрека Посвященного Бесплатным инструментам Приходите в следующий вторник И я Расскажу об Инструментах Для создания интерактивного Контента Ну что ж коллеги Всем Доброго дня И Доброе утро Г bonds Продолжение следует... Продолжение следует...